Да, форсан работает. Я обработал им 50% своего автомобильного парка. Обработаю все остальное, потому что мне понравилось. За оператором стоит автомобиль, мой Skylick такой, помните? Полосатенький. Так теперь слышно только его в кладную трубу, потому что все остальное не слышно. И двигатель работает ровненько, так шепчет. Че шепчет? А, шепчет он, заливайте форсан. И все будет у вас ништяк. Но вот теперь я нашел и тех людей, которым я могу доверить свой автомобиль. Если честно, то таких людей немного. Так что без матов и с мозгами. Да еще, надо, чтобы было аккуратно и честно. Конечно, идеального мастера на все руки нет, но здесь хоть без паники. Спокойно, с расстановкой, включив гений российского инженеринга, ремонтируются все автомобили. Не боясь иномарок, не отправляя владельцев отечественных авто за новыми запчастями. Ну и возраст, опять же, и опыт. Конечно, масло поменять может любой. И повар, и сантехник. Тут сложности нет. Две гайки открутил, фильтр снял и поменял. Вы обрабатываете автомобиль форсаном. Конечно, мы имеем инертное мышление, и не каждый магнитогорец, пока еще не каждый магнитогорец, приедет и обработает. Понятно, что зря они это не сделают, потому что мы обработали свои машины, и результат налицо. Но к вам приезжают машины с возрастом, проблемные машины. А там же надо где-то и с фаркой поработать. И вообще, что такое автомобиль? Давайте поподробнее объясним. Ну, масло поменять, это, конечно, может любой повар. Но те мелочи, которые мы замечаем, это повар не сделает. Во-первых, даже поменять прокладочку на коллекторе. Так он поменяет. Вопрос, конечно, для него. Где-то шпильки надо высерлить, где-то сваркой поработать. Ну, повар это не сможет сделать. То есть, сварочный аппарат вам известен? Конечно. Токарный станок вам известен? И токарный известен. Фрезерный? И фрезерный, все полностью нам известно. Потому что мы не первый год занимаемся этим, ремонтируем автомобили. Теперь другой вопрос. То есть, человек видит в рекламе дилерский центр. Я скажу честно, ни в одном дилерском центре токарного станка нету. Это так, к слову. Ни в одном дилерском центре фрезерного станка нету. Это тоже к слову. Что там делают? Вот это вопрос. Потом люди там, не секрет, относятся так. Начальник дурак. Я самый умный. Начальник думает, что они дураки. Когда на себя работаешь, поинтереснее получается? Ну да, конечно, поинтереснее. Это все твое. Ты уже делаешь, чтобы человек ездил, а не просто так. И ни за кем смотреть не надо. То, что заработал, сам заработал. Вот. А самая любимая наша общероссийская черта. Это называется умелые ручки. Ручки в поиске. Ручки с головой. Есть? Да, естественно, есть. Ну и чтобы никто не подумал, вот то, чего делать нельзя. Нельзя запускать двигатель без картера, а значит, без масла. Точнее, нельзя было это делать ранее, пока двигатель не обработали форсаном. Верится, конечно, с трудом, но это работает. И параллельно снижаются шумы, трение и расход топлива. Кто еще не обработал, настоятельно рекомендую. И вот теперь вы знаете, кому я доверяю свой автомобиль. Точнее, свои автомобили. Причем здесь делают самую сложную часть работы. То есть машины 20-летние. Надо включать голову и работать очень аккуратно. Чтобы не сломать, нормально вывернуть. Если где надо, приварить. Понятно. Советская 70. Здесь рядышком мы показываем. Фирму, которая переводит ваш автомобиль на газ. Здесь же мастера, которые обрабатывают двигатель и все трущиеся элементы форсаном. То есть и форсаним, и ремонтируемся, и масло меняем здесь.